добрый день дорогие садоводы и огородники с вами Светлана обо всем пора опять подкармливать голубику тем более сколько было дождей уже все вымыло оттуда она смотрите уже вот-вот зацветает вот такие вот уже цветочки прям видно уже вот тебе обязательно нужно питание а тут как вот такие цветочки это у меня сорт дуроу дуроу в том году уже попробовали мы вот две гроздочки в этом году уже цветов много грядочка у меня это 60 на 2 длину и я вот на эту грядку посыплю вот коллоидной серой два пакетика коллоидная серая закисляет почву дезинфицирует ее вообще очень хорошее средство просто вот так вот по краешку по краешку везде и потом прольем водой в этом разносит с этой стороны ну вот смотрите посыпала я и сейчас мы ее взрыхлим и прольем вот так вот ее взрыхляем чуть-чуть так и польем можно делать уксусом уксусом я беру 150 грамм 9 процентного уксуса на ведро воды и выливаю на такой большой кустик там целое ведро выливаю на меньшенький кустик можно меньше вот здесь тоже мне клюквочка тоже ее сейчас мы подкормим вот посыпала я вот смотрите как вот по кругу по кругу под листиками клюквы так вот все присыпала вот на такую грядочку два пакетика и сейчас хорошо пролить теперь мы это все промочим хорошо и будет нас подкисленная земля подкисленная почва а завтра надо обязательно полить так она начинает свистеть и надо много микроэлементов удобрением для азалии вот я купила не нашла пока лучше вот у нас пока только такое продается надо просто поехать на другой рынок купить вот такое обыкновенное простое удобрение для азалии но здесь тоже много разных микроэлементов разные есть которые помогут нашей голубики расти и созревать ягодам идет такое удобрение 5 колпачков на одно ведро воды эту голубику мы подкормили закислили почву это коллоидной серой а следующую пойдем подкормим обыкновенным уксусом вот такой я беру 9 процентный уксус обыкновенный у меня лейка вот эта вот 10 литров и сюда на эту леку 10 литров 150 грамм этого уксуса такой стаканчик 100 граммовый вот мерочный вот так раз и половинка вот он делает 200 грамм на лейку на 150 все вот пойдем сейчас поливать идем и поливаем вот такой кустик наш и вот так вот поливаем целое ведро выливаем целую лечку но перед этим надо полить простой водой просто у нас были дожди и простой водой я не поливаю если кто-то не поливал давно сначала полейте а потом уже будете поливать клюквочку я беру просто вот так приподнимаю если это возможно и поливаю и сюда вовнутрь и сейчас еще одно ведро садить одно ведро сюда сделаем еще дали здесь меня счет маленько растет и это ведро вот так вот разолью на всей грядочке Голубику нельзя подкармливать никакими органическими удобрениями ни навозами ни курячьим пометом только можно подкислять почву как я уже сказала или уксусом или коллоидной серой или другими подкислителями и конечно микроэлементами все органика для голубики прошло два дня как мы подкислили землю на нашей голубике и я сейчас хочу подкормить ее разными микроэлементами дело в том что я побегала по нашему городу на всех рынках была оказывается у нас нет для голубики никаких удобрений но продавец мне посоветовал удобрить ее удобрением для хвойных растений они тоже растут на кислой почве и что я тут прочитала она мне написала как именно использовать но пока я хочу прочитать что здесь написано увеличивает сахаристость плодов ускоряет созревание плодов уменьшает количество опавших ягод улучшает качество плодов я не поняла какие плоды на хвойных шишки что ли но для голубики я думаю подойдут вот она мне порекомендовала корневая подкормка вот такой это порошок кристаллический вот такая входит туда ложечка три ложечки на 8 литров воды но и можно этим препаратом еще и опрыскивать одна-две ложки по таких вот тоже на 8 литров воды вот буду пробовать а потом уже когда мои моя голубика созреет я соберу урожай я тогда уже буду пробовать просто удобрением для азалий они не плодоносят и поэтому я думаю будет так нормальненько это надо делать эти подкормки два раза в месяц то есть каждые две недели подкармливать этим удобрением для хвойных буду свою и голубику и буду так же само и клюкву так что посмотрим какая будет ягода как она будет расти все будет видно вот я буду это пробовать это как говорится не мастер-класс так что вы решите сами будете это делать или нет а я сейчас это разведу и буду делать не знаю почему нет для голубики у нас в городе вообще ничего так вот я белая зела немножко сделала баночки растворю три такие вот ложечки на восемь литров должна и сахаристость плодов быть прям такие плоды красавицы будут вот так расколотим хорошо баночки и были в лейку восемь литров так что поинтересуетесь если у вас нет для голубики может действительно воспользуйтесь моим советом я это пробую это эксперимент потому что никогда не поливала этим удобрением а я только подкисляла впрочем а теперь вот хочу внести микроэлементы так что здесь написано здесь состав написан тоже хороший будет состав азот фосфор калий магний железо цинк ну там еще какие то ну в общем микроэлементы такие нормальненькие так что пробуем вот влевая в лечку наше удобрение и поливаю я думаю пол лейки на растение у нас сразу просачивается так что вот такие будем делать эксперимент мне кажется должно как раз лейка нормально быть и ягоды написано сахаристые так красиво все написано вот так вот так будем подкармливать нашу голубик ну все кому бы мой совет пригодится ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем до свидания будем ждать урожая голубики надеюсь ягоды не подпадают на мои голубики всем пока